приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сейчас немножечко поправлю вот наверное вот так сегодняшнем видео хочу показать вам готовую работу вот такая шапка вы ее уже видели полуфабрикате все она уже постирана она уже меня на голове почему снимают дома потому что нужно смотреть под ноги и я не смогу вам показать сегодня город хотя иду именно в город мне нужно сходить в альбарис получить косую бейку приду конечно же вам покажу но у нас сегодня если вы видите вот я сейчас покажу землю там уже я немножко притрусила опилками дорожку все обледенело ветер в общем такая 0 минус 1 минус 2 все весь асфальт замерз все деревья обледенели хотя уже оттаяли но на дороге очень скользко у нас к сожалению не посыпают поэтому я долго ждала ждала думала но может быть растает и пойду по делам и вальбарис и к дочечке в гости нужно зайти вот но видимо не судьба видимо сейчас придется как-то выкарабкиваться поэтому асфальту я смотрела там в окно как люди идут люди не идут по асфальту идут по траве то есть возле асфальта за асфальтом а вот скорее всего будет очень много травм поэтому нужно себя беречь но идти мне очень нужно очень очень нужно если бы можно было переждать я конечно бы в такую погоду не пошла и вам бы показала шапку в доме ничего бы не случилось вот такая шапуля получилось да друзья после этого видео будет видео еще на 15 минут как начинался мой день и я там раз рассказываю о шапочке посмотрите почему вот так вот два видео опять заглючил мой телефон и в общем я не смогу этот файл прикрепить к другому файл не смогли смонтировать вот одним файлом видео выйдет там на 15 минуточек кому интересно сразу смотрите после этого видео будет еще одно видео на 15 минут ну а в этом видео вот такое небольшое вступление может быть что-то покажу в парке вот буду опять шаркать ногами или шаркать ногами как правильно не знаю схожу в альбарис получу эту бейку и может быть там в парке что-то вам покажу ну и еще в этом видео будет небольшой отрывок как я вижу шапку на двух спицах вот так что думаю что вам будет интересно я исполняю вашу просьбу ко мне поступала такая просьба не от одной зрительницы вот покажите пожалуйста как же вы вяжете на двух парах спиц исполняю вашу пользу просьбу и в этом видео вы этот отрезок увидите вы меня попросили чтобы я показала вам как я вижу на двух парах спиц как раз пока я не начала вязать узор пораны тут особо нечего считать я на резинке как раз вам покажу вот смотрите вот две пары спиц вот я надеюсь вам видно у меня спицы джинджер естественно две из набора и две одинаковых спицы то есть спицы с одинаковыми номерами у меня нет что я сделала допустим не нужно связать резинку спицами три с половиной вот я с этой стороны прицепила спицу три с половиной то есть ту спицу которой я буду вязать а вторую спицу на одной и той же лески вот три с половиной здесь у меня троечка так маруся сюда нельзя не мешайся то же самое я сделала и с другой парой спиц то есть с одной стороны у меня спица то которой я буду вязать три с половиной а с другой стороны троечка то есть спицы на размер меньше да смотрите что я делаю вот у меня ниточка вот я беру другую пару спиц то есть вот эту пару мы оставляем в покое а вот эту пару мы берем не знаю как будет понятно или нет вот так и вот так то есть я беру подтягиваю вот сейчас у меня вот левую сторону так скажем да вот я беру эту же спицу вот видите у меня вот вот и вязать мы будем вот этой спицей а это пара просто висит у нас и начинаем просто вязать вот видите вот она и вот она и начинаем вязать я вижу восточным методом кто не знает что это такое есть на канале мне нравится этот метод очень удобно вязать а рано этим методом как будто создан для вязания аранов ну и в общем так вяжем до конца ряда сейчас я это провяжу до конца ряда за кадром и потом вам покажу вот осталось несколько петелек так 2 изнаночные 2 лицевые все теперь эту пару отпускаем и вытягиваю я эту спицу и беру другую пару то есть ищу конец вот этой спицы он у меня вот он вот видите и вот так вот подтягиваю я также и носки вижу мне не нужны пять спиц там или три спицы вот на двух парах спиц вот это одна и та же пара спиц имейте ввиду вам всегда нужно выбрать одну и ту же пару спиц на одной леске не перепутайте и все и продолжаем вязать и вот так попеременно то есть то одну то другую пару вот эта пара у нас висит она нам никак не мешает вы потом научитесь как ее там положить эту спицу чтобы она вообще вам не мешало и вот так вот вяжем мне например этот метод нравится мне не нужно вытаскивать леску как при magic club мне не нужно передергивать петли постоянно подвигать их к началу спицы здесь все очень удобно вот таким образом я вижу я надеюсь вам понятно самое главное выбрать начало и конец одной пары спиц но проблему с размером я вам сказала то есть у меня в правой руке размер тот который мне нужен для резинки а на левой спица которая поменьше размером во первых так легче вязать и так должно быть всегда если вы правша то правая спицы ведущая у вас она должна быть размером больше а то которая на левой спицы размером меньше если бы мне нужен нужно было вязать резинку четверкой но я просто образно говорю значит другую спицу я бы взяла там три с половиной 375 ну то есть меньше 4 петли у меня на спицы которая меньшего размера а в правой руке ведущая я ее называю спица которая от того размера который мне нужен надеюсь вам было понятно может быть еще что-то интересное будет пока не знаю у меня все так спонтанно наитью как говорится как пойдет надеюсь этот телефон все правильно мне запишет не будет файл поврежден но все тому телефону уже много лет ну как много уже наверное три года точно есть для телефона это наверное уже много это раньше делали технику на года на 15 на 20 на 30 лет он холодильник атлант который сейчас у анечки в квартире был куплен когда моему сыну было два годика сейчас ему 22 то есть это уже 20 лет работает холодильник и я думаю что проработает еще так что вот так вот раньше делали технику на славу сейчас все делается для того чтобы мы чаще и чаще покупали ладно уж пошла в какие-то в дебри как говорится что вижу то и пою как-то так и да вот ну давайте еще немножко вот так вот поверчусь покручусь шапочка мне очень нравится она легкая теплая весит всего 100 грамм мастер-класс я вам указывала уже по ссылочке пройдете или по прошлому видео или просто наберите в поиске youtube уроки вязания блогера по моему наташа зовут вы мне писали и вы найдете по петельный мастер-класс вот этой прекрасной шапочке ну а я наконец-то выйду из дома пойду на каток не знаю как буду идти буду медленно но постараюсь осторожно чтобы не упасть практически пришла к дочери смотрите здесь даже солнечная батарея которая вечером зажигается фонарик от солнечной батареи но я вам хочу показать где мы нашли монку у дочери перед домом растет такая шикарная ива сейчас я вам ее покажу у она даже еще и листву не сбросила представляете все таки здесь теплее чем в москве как бы вы не говорили мне там подписчица писала что одинаковый климат нет друзья не одинаковый 45 градусов все-таки играют роль но посмотрите на эту красавицу смотрите какая крона вот это сейчас то а летом здесь вообще такая темень здесь такой холодок очень шикарная ивка но это вот двор у анечки тут вот эти этажки а вообще в чаблогине я даже не знаю есть девятиэтажка в основном вот 3 2 5 этажные дома но и в основном частный сектор вот эти две скамеечки и вот на той скамеечке возле урной мы с лёшиком сидели чаевничали ждали время нашего автобуса тут до станции буквально 10 минут идти от аниного дома и вот к нам прибежал моника откуда он взялся я не знаю вот я посмотрела на него поговорила с ним и поняла что он хочет пойти со мной и вот так вот за пазухой мы его и повезли в москву а потом назад на родину конечно было лечение но вы эту историю знаете он опять какая-то там кошечка здесь видимо много очень много кошек бесхозных живут в подвалах вот в том доме много я всегда иду там месту в магнит через двор там очень много кошек так что друзья если есть возможность приютите хотя бы одного котенка или кошечку она вам воздастся вот посмотрите мне одна подписчица написала да лена я с вами согласна мы приютили кошечку или кота и через какое-то время наша жизнь изменилась к лучшему делайте добро друзья ну что друзья немного погостила я у дочери сейчас иду в магазин в альберис мы сейчас пойдем с вами другим путем как говорил великий ленин смотрите у нас здесь в городе посыпали посыпали песочком вот это самая шумная наверное трасса это трасса липецк москва федеральная здесь постоянно шумно и жить конечно здесь не очень вот на днях я вам показывала вот эту больничку которую нам построили за год до за год я говорю мы сюда приехали хрыли котлован заливали фундамент и там яма была вот за год такое небольшое здание сейчас посмотрим что это ой видите чуть не упала хоть и посыпано надо очень аккуратно у нас посыпают песочком это не та химия которую сыпать рассыпят в москве эти реагенты обратите внимание какой старый забор советское время строили такие заборы вот она это здание ну что это я не знаю что это за отделение веселенькая такое красивенькая не просто коробка все-таки с каким-то дизайном там уже он свет горит я не знаю пущено она в эксплуатацию или нет но город чеплыгин живет развивается что-то строится благоустраивается и по другую сторону вы видите частный сектор в основном деревянные деревянные бревенчатые дома срубы вот кто-то кирпичом их обкладывает кто-то сайдингом ой скользко очень шоркать буду вот еще вот это вот как раз одноэтажное строение тоже смотрите отремонтировано покрашено ну какие же красивые раньше делали вот вы крутасики вот эти орнамент и ведь так просто же ну как красиво это вот тоже больничка это наверное стационар все как-то по уму все как-то компактно вот по ту сторону буду вам туда сюда показывать там до мишки вот кто-то кирпичом обложил впереди дом вот здесь тоже больничка скорая помощь стоит это все тот же больничный городок спешить мне уже некуда главное чтобы не совсем долго гулять побыстрее видео для вас монтировать а я тут посыпано ну очень очень плохо вот тоже посмотрите какое старое старое здание друзья здесь стены по 70 сантиметров вот они в доме кирпичный дом толщина стены 70 сантиметров представляете так что это представляете это памятник архитектуры здания земской больницы вот это действующая больница там люди шторки отодвигают думают телевидение здесь одна хожу с селфи-палкой а вот здесь очень трогает душу сейчас я вам покажу вот архипов владислав валентинович заслуженный врач липецкой области отличник здравоохранения хирург заведующий хирургическим отделением чеплыгинской районной больницы 1984 боже это же молодой у меня аня восемьдесят седьмого года это она что получается на три года всего старших они и умер в 2019 году представляете и вот по слухам вот эту памятную табличку это собирались но на свои средства его подчиненная вот ему в честь памяти уважения вот здесь вот повесили здесь всегда стоят цветы кованая роза лежат вот очень жалко хирург архипов владислав валентинович 7 августа умер 19 не знаю причина смерти вот это тоже больничка конечно сейчас все уныло вот здесь вот клумба здесь летом очень красиво вот ну а по ту сторону все тот же частный сектор ну идем дальше тополя макушки видите спилены ну это такое живучее дерево что она вот уже пустила новые метки и все хорошо 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 идти когда и дорожки посыпаны у нас на улице нет не посыпано вот только наверно в городе в центре города я не веду вот маков маковка церквушки видно здесь очень много церкви и храмов собора самое красивое это конечно же троевский собор который строился 40 лет а это вот наш детсад видите чистенько аккуратненько павильоны для деток вот там закрыта арголитом чтобы не дуло павильончик вот но сегодня суббота здесь наверно пока деток нет вот так вот за разговором мы с вами дошли до гор газа вот это двухэтажное здание здесь я оформляла газ на себя здесь платежки если что можно взять ну и все вопросы которые касаются газа здесь и еще там еще в одном месте но это вот абонентский отдел посмотрите какой газончик там такое здание жилое трехэтажная по моему а это не живу это больница а я смотрю на эти балконы думала жилой нет это же все та же больничка вот и обратите внимание еще раз на чистоту городе вы мне там писали лена какой вы правильный выбор сделали что выбрали этот уютный небольшой городок в котором все есть ну а там опять частный сектор видите одни домики вот что меня прельстила так скажем в этом городе что он ухоженный что он маленький что здесь нет высоток здесь тихо спокойно нет скопления людей нет вот этой суеты да конечно для молодежи я соглашусь с вами работа есть но другой вопрос зарплата какая все равно приходится шевелить мозгами здесь люди ну не только на работе работают они еще там подрабатывают кто стрижет кто ногти делает кто-то мыло варит или еще что-то кто-то вяжет ну в общем люди как-то шевеляться посмотрите какой заборчик красиво это 5 частный сектор домик я соглашусь с вами что надеюсь мы сделали действительно правильный выбор но опять же вот случайность ехали дом смотреть в каликино это село отсюда 20 километров и случайно по какой-то случайности то ли дорога была закрыта очень мы не должны были здесь ехать но вот здесь поехали все-таки проведение как-то где-то оказывает добрую услугу так сейчас перейду на ту сторону мне кажется там больше подтаяло так а вот это что такое липецкий областной фонд поддержки малого бизнеса вот пожалуйста не знаю правда насколько здесь помогают но это есть так что друзья всегда можно найти выход из положения и с финансами и с выбором города и с выбором жилья я не говорю что все должны дома покупать кому-то квартира нравится главное чтобы вы жили в свое удовольствие чтобы вам это нравилось пойду по траве скользко все таки а вот сюда вот так повернуть и там моя любимая парикмахерская стиль я стрибусь и лауры и маши последний раз меня маша стригла потому что к лауре запись была на 10 дней вперед вот остановились видите пешеходный переход остановились машинки пропустили меня и поехали как-то все здесь продумано друзья вот все продумано и пешком пройти можно такси 70 рублей как полосила возле дома и стало где нужно не так уж и дорого автобусы есть но я их ни разу не видела вот смотрите какие резные окошки вот а может быть это и к лучшему что из транспорта только такси ну городок маленький друзья ездить особо некуда здесь в любую точку города можно пешком дойти ну самая большая полчаса вот вот по правую сторону магнит спорт товары не знаю что вот это за заведение с таким с такой башенкой сейчас я приближу вот не знаю что это все покрашено все отреставрировано красиво чисто ну и не стоят на месте благоустраивается город здесь вообще не посыпано и плиточку вы пора менять как в парке нам такую красоту сделали только я проговорила плиточку пора менять их не если поменяли может быть и здесь поменяют слышат меня вот а вот это магнит косметикс но я сюда не хоть не хожу по принципу потому что когда вот это было ландемия так называемая сюда был ход по вот этим куриным кодам а я против этого интересно куда все подевалась а как-то все резко закончилось и на моргике закончились и и укольчики закончились куда-то все подевалась вот интересно как ну вот мы пришли вон он парк наш видите как от дочери я дошла сюда за 14 минут не спеша скользко и я не спеша ну и это уже улица советская считается центральной улицей нашего городка там торговый дом пролетарский за ним наш отель вон он мини отель наш сверху написано здесь мы с анечкой две ночи по моему ночевали внутри когда дом покупать не две наверное и в этом отеле мы нашли по объявлению анину квартиру вот такие были судьбоносные дни я очень рада что моя дочь рядышком всегда придет поможет лёша приезжает все хорошо так сейчас вот магнит сама вкусная шаурма хотя она здесь почему-то стало не вкусно а вот в том году она была вкусно поменялись повара все стало по-другому ой, здесь очень скользко так ну ладно, двигаемся дальше я думаю, что эту же часть города вы уже все видели, знаете ну, пройдемся еще раз сейчас вот буквально поворот и улица Горького и пункт выдачевая в Бориске мясная лавка ну, я думаю, так и не покупала я никакие сосиски там, сабельки еще не доходило почему-то не хочется мяса не знаю почему мяса мне не хочется сейчас пешеходный переход вот 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 практически мы дошли и до вас, друзья назад, конечно, я пойду другой дорогой вот сколько 16 минут вообще черепашьим шагом от Аниного дома мы в центре города так, вот это вот мясо для музыка называется магазин вот мясо для музыка интересно интересное название так здесь тоже продает бестро всякие бутербродики вот здесь тоже что-то делают карнизы мастерская и буквально сейчас чуток вот мы уже у магазина Валберис все, друзья, я отключаюсь не знаю будет ли желание показывать что-то в парке вон он по правую руку от меня наверное, уже не буду показывать вы это все видели а то совсем видео затянется придем домой и я покажу вам эту бейку ну, может быть еще что-то покажу друзья, я уже дома сходила плодотворно у Шуры купила вот такую замечательную хурму по 120 рублей по 88 взяла веточку бананов и меня поразила очень хорошая цена грецкие оришки по 620 рублей ну, и сейчас вам покажу косую бейку из магазина Valboris вот такая бобина здесь 134 метра вот такая бейка я уже придумала как я буду соединять свои вот эти блоки из джинсы думаю, что получится просто вау ну, а если получится я, конечно же вам потом покажу при помощи вот такой косой бейки все будет закрыто и изнаночная сторона будет закрыта думаю, что получится красиво и с лица и с изнанки вот 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 фирма биостейч по-моему так ладно, мои хорошие видео уже затянулось даже не знаю буду ли я вторую часть видео вернее первую часть, которая неудачно снялась грузить сегодня может быть я это видео выброшу потому что уже и так и это видео длинное я думаю, что вы уже устали от моей болтовни я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока